Завершился фестиваль оперного искусства. По традиции гала-концерт собрал полный зал. Многие зрители, побывавшие на спектаклях, пришли на закрытие, чтобы еще раз услышать полюбившихся артистов. На праздники музыки побывала и наша съемочная группа. Пучини, Верди, Гуно, Чайковский, Бородин – эти имена знакомы всему миру. И даже те, кому, образно выражаясь, медведь на ухо наступил, могут вспомнить несколько знаменитых опер, написанных великими композиторами. А те, кто блаженно прикрывает глаза при первых тактах у вертюры Каиде или Лебединому озеру, запросто могут назвать другие имена. Артем Голубев, Ирина Долженко, Сергей Алексашкин, Владимир Редькин. Солисты Мариинского Большого театра Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко пользуются неизменным успехом у чебоксарской публики. На этот раз компанию им составили зарубежные исполнители из Китая и Хорватии. Замечательный фестиваль. Просто настолько получили огромное удовольствие, особенно мне понравились москвичи. Что сравнивать? Большой есть большой. Станиславского есть Станиславского, Мариинский есть Мариинский. И Чуварский тоже есть. Для нас и Чуварский прекрасный. Как передают атмосферу самого произведения, как оркестр играет, как дирижер так экспрессивно все выражает. Впрочем, сказать, что солистов Чувашского театра, опера и балета мы любим только за то, что они наши, нельзя. Чебоксарский зритель достаточно подкован музыкально, чтобы признать, в последнее время наши исполнители стали заметно профессиональнее и сильнее. Наши Чувашские лучи хорошо поют и Иланова впечатляет, как всегда. Я думаю, немножко все-таки прибавил театр с новым дирижером, ну не новым относительно, но мне кажется, поднялся немножко театр. Большой праздник музыки завершен, но меломанам не придется томиться в ожидании целый год. В репертуаре Чувашского театра оперы и балета достаточно мировых и национальных постановок. Продолжение следует...